Тони сказал, что твое кардио не очень. У него есть чем тебе ответить, и его стойка гораздо лучше твоей. Что бы ты ответил ему? Я никогда не уставал в боях, не знаю, о чем он говорит. Это я изматывал своих противников. Всю свою карьеру я никогда не уставал в бою. Никто не мог меня измотать, не знаю, о чем он говорит. Может, у него с головой что-то? Или, может быть, он не видел мой прошлый бой? Перед боем с Майклом Джонсоном Тони говорил, Майкл его досрочит, он его размажет. И что? Это я размазал Майкла Джонсона. А тот побил Тони. Он послал Тони в нокдаун. Он был в нокдауне в UFC 6 или 7 раз. О чем он вообще говорит? Я разнесу этого парня. Говоря о твоем бою, каким ты видишь его? Какой у тебя план? У меня есть только один план. Я хочу не просто побить его, я хочу выиграть досрочно. Я хочу удосрочить этого парня, измотать его. Он что-то говорил насчет моего кардио. Никому никогда не удавалось заставить меня устать. За всю мою любительскую карьеру, да и профессиональную тоже, никто не мог меня измотать. Это я все время прессингую и выжимаю из людей все. Не знаю, о чем он говорит. Думаю, он очень удивится, когда столкнется с моим прессингом. Когда я дрался с Майклом Джонсоном, у него на лице было написано, что он не ожидал такой мощи. И перед боем Майкл говорил, что размажет меня, бла-бла-бла. А после – тишина. Думаю, то же самое будет и с Тони. После боя он замолчит и успокоится, потому что я научу его уважать других. Я знаю, что у тебя много поклонников в России. Ты бы хотел устроить бой у себя на родине? И если да, то как скоро? Есть какие-то мысли на будущее по этому поводу? У меня есть очень большое желание драться в России, если UFC придут туда. Но я очень сомневаюсь, что в ближайшее время это возможно. Потому что... Как я, будучи чемпионом в легком весе, смогу драться в UFC? UFC не сможет устроить в России пей-пер-вью шоу. Когда они устраивают пей-пер-вью шоу, они делают это в Лас-Вегасе или в Нью-Йорке. Потому что для того, чтобы продавать пей-пер-вью, в этих местах все отлажено. Бразилия еще. Думаю, Россия пока не готова для пей-пер-вью. Насколько популярны UFC и MMA вообще в России? Да и ты сам в частности. Сколько у вас мероприятий по ММА проходит? ММА сейчас очень, очень популярна. Даже я бы сказал не только в России, а в странах бывшего СССР. Я не знаю, что там насчет пей-пер-вью, но если UFC захотят устроить в России шоу, ну, например, на стадионе 50 или 60 тысяч зрителей, они легко смогут его заполнить. Они продадут все билеты. В Мексике пей-пер-вью бесплатно. А как с этим обстоят дела в России? У вас надо платить? Как люди смотрят шоу? Интернет. По интернету. Никакого пей-пер-вью. Я думаю, кто-то, может быть, и покупает, но это очень мало. 60 долларов – это большие деньги в России. Может быть, в США 60 долларов копейки, я не знаю. Но в России это большие деньги. Для средней семьи уж точно.